здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий николаев приветствую вас всех на своем канале и в сегодняшнем уроке мы разберем такую тему как раздать интернет с помощью ноутбука на все остальные устройства которые поддерживают беспроводная связь вай фай то есть раздавать мы будем с помощью вай фай в ноутбуке есть встроенный модуль вай фай а вот в сам ноутбук как вы видите вот идет подключение интернета через кабель через обычный кабель с коннекторами rg45 вот белый кабель идет подключение интернета в ноутбук допустим представим то что у нас он единственный кабель или допустим это какой-нибудь 3g модем вот у нас он подключен к ноутбуку ну а мы хотим уже и с ноутбука раздать на все свои устройства будь то телевизоры будь то смартфоны планшеты в общем все устройства которые поддерживают беспроводную связь через вай фай для этого нам нужно на ноутбуке нашим сделать точку доступа предыдущих уроках своих ссылочки на которые вы видите перед собой вот я делал уже точку доступа с ноутбука с помощью программы прекрасно все получилось все мои приборы все мои устройства увидели интернет и подключили через него и во всех них был интернет вот в этом уроке во втором ссылочку которую видите перед собой мы делали подключение то есть одноранговую сеть посредством операционной системы windows то есть мы просто раздавали с одного ноутбука на другой интернет вот примерно таким же способом но ничего кроме ноутбука этот способ не поддерживал все остальные устройства на которых не установлена операционная система windows я имею ввиду это телевизор и планшеты смартфоны не видели таким способом нашу точку доступа ну и тем самым не получали интернет в этом же уроке мы сделаем также посредством операционной системы windows итак переходим к ноутбуку итак я перешел к своему ноутбуку который вы видели только что перед собой и я начинаю создание точки доступа для этого в первую очередь нажимаем на кнопочку пуск и здесь мы должны найти командную строку то есть она обычно находится в разделе все программы далее ищем раздел стандартные и вот перед нами командная строка нажимаем на нее правой кнопкой мыши и выбираем запуск от имени администратора вот открылась наша командная строка также другим способом ее можно найти давайте я сейчас закрою на клавиатуре нажимаем сочетание клавиш win плюс r здесь открывается окно выполнить в которое мы вводим и нажимаем окей точно также открылась наша командная строка и вот сюда в командную строку нам нужно будет ввести следующее вот такую строчку нам нужно будет ввести где после с с айди это будет у нас название точки ну и после слова кей естественно пароль все нам нужно это придумать и я предлагаю заранее прописать блокноте я вот сделал следующее название точки доступа у меня будет называться проба пароль к этой точке доступа проба у меня будет 1 2 3 4 5 6 7 8 для того чтобы не вы не останавливали видео и не вводили долго вот эти все значения я под этим видео выложу вот эту полностью строчку мы копируем вот эту нашу заготовленную строчку возвращаемся в нашу командную строку щелкаем мышкой в конце нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем пункт вставить после чего нажимаем enter размещение сети разрешен в службе беспроводной сети первое действие у нас прошло успешно после чего прямо вот с командной строки нам необходимо включить нашу сеть для этого вот такую строчку мы должны прописать вот тут в конце то есть я также правой кнопкой и вставляю мышки и нажимаю на enter и видим что размещенная сеть запущена ну мы выполнили самые необходимые действия мы создали сеть мы создали ее название пароль и запустили ее итак следующий шаг это мы должны предоставить доступ к интернету всем устройством которые мы хотим подключиться к вот нашей созданной точке доступа для этого нам необходимо зайти в центр управления сетями и общим доступом это можно сделать вот щелкнув по вот этому значку и выбрав пункт центр управления сетями и общим доступом или же нажав на пуск выбрать панель управления и здесь уже почти вот самом низу центру слева в колоночке выбираем раздел изменения параметров адаптера вот мы видим что наша точка доступа создана вот она так называется как и мы называли ее проба и сейчас мы выбираем то соединение которое имеет подключение к интернету в этом ноутбуке у меня это подключение по локальной сети сейчас мы вот это не трогаем а переходим вот сюда нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем раздел свойства в следующем окошке выбираем раздел доступ и вот тут ставим галочку разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера выбираем галочку а в следующем списке выбираем вот именно беспроводное сетевое соединение 2 смотрите как под каким номером она у вас стало вот у меня стала под вторым номером с именем проба вот тут я и должен выбрать беспроводное соединение 2 ну и после чего нажимаем на окей мы видим что после того как мы общий доступ открыли у нас вот тут открылось уведомление что вот это подключение к локальной сети общедоступно то есть через вот эту точку доступа наш ноутбук будет передавать интернет на любые устройства хочу сказать то что если у вас при вот этом действии когда мы делали вот тут открывали общий доступ и вы нажимали окей выходила ошибка для подключения не забывайте на самом ноутбуке включить ваш вай фай то есть нажимаете на кнопочку которая отвечает за включение вай фай на вашем ноутбуке тогда ошибки не будет иногда помогает перезагрузка уже на четырех ноутбуках я делал вот такую точку доступа и вот все было нормально единственный случай был на ноутбуке фирме asus после перезагрузки все отлично активировалось есть еще одно маленькое неудобство в этом подключении это то что после перезагрузки или включения выключения ноутбука возможно будет каждый раз вводить вот эту строку в командную строку для включения вот этой нашей точки доступа но это можно избежать сделав один раз то есть мы сейчас вместе с вами добавим вот эту нашу команду в автозагрузку при включении ноутбука у вас сразу будет ноутбук активный как точка доступа к интернету для этого делаем следующее сворачиваем или даже закрываем уже наше сетевое подключение на рабочем столе нашего ноутбука щелкаем правой кнопкой мышки и создаем текстовый документ открываем его и сюда вводим вот такую команду которую мы вводили в нашу вот эту командную строку для запуска вставляем нашу вот эту команду сохраняем этот текстовый документ также можно его и с таким же названием чтоб не путаться и сохранить так мы сохранили наш текстовый документ теперь самое главное поменять в нем расширение то есть все текстовые документы имеет расширение txt ну а нам нужно его поменять на бат чтобы изменить расширение в принципе это можно сделать через total commander открываем его ищем тут наш рабочий стол то есть пользователь и рабочий стол и наш вот тут файлик с расширением txt выбираем правой кнопочкой и выбираем раздел переименовать вот как раз нам и нужно до точки стираем название расширения и меняем его на вот такое и нажимаем на клавиатуре на enter только после вот этого наш файлик изменит свое расширение мы видим что это уже стал как бы системный файл который нам нужно добавить в авто загрузку ну для этого естественно мы нажимаем пуск все программы и здесь ищем пункт авто загрузка вот она в принципе ее можно открыть то есть я выбираю правой кнопочкой и выбираю раздел открыть из рабочего стола я вырезаю и сюда вставляю этот уже наш файлик наша точка доступа при каждом запуске системы будет включена хочу сказать еще то что если по каким-то причинам вам нужно удалить эту точку доступа вы также в заходите в стандартные и открываете командную строку от имени администратора и вот сюда вписываете вот эту самую строку которую мы и создавали с этим же названием и паролем после чего точка доступа удалиться и так чтобы на все 100 быть уверенным я перезагружаю ноутбук и уже будем проверять на других устройствах нашу созданную точку доступа так дорогие друзья только что я перезагрузил ноутбук и давайте вот проверять работает ли наша точка доступа сейчас я вот запущу свой смартфон прямо отсюда и вот включаю в нем вай фай сейчас идет поиск интернета и для того чтобы посмотреть доступные сети в операционной системой android нам нужно зажать и подержать и вот я вижу вот есть точка доступа я вам сейчас покажу вот наша проба нажимаем на нее и тут у нас просит ввести пароль пароль мы вводили подряд цифры 1 2 3 4 5 6 7 8 и нажимаем готово подключиться так сейчас происходит получение айпи адреса мы видим то надпись появилась подключено итак интернет есть сейчас я проверю на каком-нибудь браузере своем или даже вот да запустим запущу play market зайду play market и принципе вот так и вот все прекрасно работает все прекрасно запускается вот на ваших глазах то есть это проверенный уже мною способ уже несколько ноутбуков как я уже говорил подключил этим способом ну вот так легко и просто без вмешательства каких-либо программ мы с вами сделали точку доступа со своего ноутбука интернет он прекрасно раздает на все устройства с разными операционными системами включая и вот мой телевизор все ловит и все показывает и все находит эту нашу новую точку доступа под именем проба кому понравился мой вот такой обзор ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был дмитрий николаев всего всем хорошего до скорых встреч